Добрый день! Поздравляю всех с Днём Независимости! Витаю всех с Днём Независимости! День для страны достаточно интересный и важный. Я бы хотел посмотреть, как у нас сегодня расположены планеты, потому что День Независимости – это своего рода день рождения. Так как для человека строится гороскоп, так можно посмотреть развитие страны на ближайший год. День Независимости сегодня очень удачно совпал, потому что Украина по гороскопу Телец и Луна сегодня находятся именно в Тельце. Это даёт большую вероятность, что следующий год, до следующего Дня Независимости, будет очень изобильный. Потому что Луна отвечает, в ряде прочего, за домашний очаг, за урожай на поле. Есть вероятность, если уже говорить о сельском хозяйстве, потому что Украина по гороскопу Телец – это земля. Чем больше правительства, тем больше люди будут уделять внимание просто земле. Даже если у вас дома три сотки, и вы даёте внимание своей земле, вы будете получать энергию от этого. Причём в большом количестве. Могу пообещать, что этот год будет очень изобильным, и прежде всего для тех, кто работает с землёй. Я вообще к Дням Независимости отношусь очень так это скептически. Что значит независимость? Вот я как астролог понимаю, что мы зависим от движения Луны, мы зависим от движения Солнца. Мы зависим от воздуха, который мы дышим. Если мы праздную независимость будем понимать, что мы часть огромного космоса, что мы живём в этом, что мы не есть отдельные, тогда у нас будет всё прекрасно и хорошо. Что ещё можно добавить? Вот если смотреть расположение Марса, других планет, большая вероятность, очень бы хотелось, чтобы так и было, но на Украине заканчиваются всякого рода агрессивные проявления, сходят на нет. Во всяком случае, планеты к этому дают хорошую предрасположенность. Потом, есть очень два интересных аспекта, они в астрологии считаются творчески-магическими, между Плутоном и Венерой с Меркурием. То ли в этом году будут какие-то открытия интересные сделаны. Это будет с науками, связанными с кибернетикой, с чем-то таким очень тонким, либо компьютерные какие-то мощные изобретения. Есть большая вероятность, что именно вот это вот как-то вот, то есть об Украине будет весь мир говорить, но не с точки зрения негатива, а именно с точки зрения какого-то открытия. В завершении мне бы хотелось сказать, что ещё раз, основное это любите свою землю. Она источник нашего изобилия, причём не просто произрастание продуктов на ней, а энергетически она будет поддерживать нас. Вот, желаю всем удачного следующего года, индивидуального года для Украины. Хай вам шастыть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова